Итак, дорогие коллеги, друзья, сегодня наша финальная встреча по курсу социологии и искусства. И, конечно, как всегда, на финальной встрече мы скорее подводим итоги того, что мы сделали. Ну и говорим о некоторых тенденциях современного мира, современного изучения социологии, которые связаны с такими, например, понятиями, как материальный поворот. Ну или, допустим, не обязательно материальным, может быть, им материальным, как в случае Грэма Хармона, о котором мы говорили в прошлый раз. Но в любом случае о таких каких-то поворотах мы всякий раз говорим. И действительно, если мы обратимся к тем, собственно, работам, которые в последние годы, в последние два десятилетия вызывали дискуссии, то мы увидим, что здесь постоянно возникали какие-то концепции, связанные с новым пониманием материальности, новым пониманием системы и так далее. Ну, например, можно из социологов искусства назвать известного Виктора Бюхли или Бачли. По-разному его пишут по-русски. Бюхли и Бачли – автор работ по антропологии архитектуры, который очень тесно связан в том числе и с нашим архитектурным наследием. В частности, он был одним из первых исследователей дома Наркомфина, который сейчас отреставрирован и превращен уже в дорогостоящую коммуну, а не в ту демократическую коммуну, которой должен был стать Наркомфин. Хотя Бюхли, конечно, указывает на то, что система распределения привилегий планировалась в том числе и социальным жильем, поскольку хотя квартиры планировались маленькими, это все было общежитие, а вовсе не какое-то отдельное жилье. Но сама причастность к прогрессу, сама причастность к новым формам производства, фактически новым гаджетам, и была такой вот привилегия. То есть привилегии могут быть различными и не обязательно связанными с роскошью в старом смысле, но могут быть связаны с обладанием теми или иными преимуществами. Но об этом как раз говорит и знаменитый Люк Болтанский, наверное, сейчас самый авторитетный французский социолог. И недавно, вот как раз буквально несколько месяцев назад, на русский вышла книга Болтанский «Обогащение. Критика товара». Оригинальная книга была выпущена в 2017 году. Она была написана в савторстве с Арноя Скером, и в ней исследовалось то, как возникает спрос на роскошь. Основная мысль этой книги очень тесно связана как раз с судьбами искусства, что именно считается современным искусством, что считается предметом желания и предметом коллекционного интереса. Как раз это центральное рассуждение книги, что долгое время роскошь была признаком статуса. То есть непосредственно, например, золотая корона означала господство, там серебряная ложка означала, допустим, богатый дом и так далее. Но в настоящее время уже нет никакого понятия статуса, а есть понятие коллекционного интереса. И, допустим, важным оказывается, допустим, купить за огромные деньги на аукционе какие-нибудь обычные перчатки Элвиса Пресли. Значит, дело в том, что, согласно Болтанске, мир переходит на новый этап эксплуатации. То есть прежде эксплуатировались различные ресурсы. Труд, природные ресурсы и так далее. И, допустим, тоже золото было своего рода эквивалентом труда. В то время как в настоящее время таким ресурсом становится история. История становится, как говорит Болтанске, новой нефтью. И в этом смысле обладать перчатками Элвиса Пресли – это так же престижное, как, допустим, раньше обладать золотым запасом, золотой короной или какой-нибудь рубашкой особой там ручной работы. То есть само представление о роскоши радикально меняется. И это, конечно, здесь Болтанский говорит о том, что как можно играть на бирже, так можно и коллекционировать, как бы извлекая выгоду уже не только из отношений на рынке, но и общего отношения к прошлому. И в этом смысле он говорит о необходимости новой социальной критики, которая, по сути дела, не будет подчиняться тому, что сейчас называют культурной логикой позднего капитализма. И, конечно же, во многом нынешние влиятельные теории, это как раз теории, исследующие то, каким образом то, что мы считали долгое время ресурсной экономикой, и чем и объясняли обычное развитие искусства, как тоже такое создание ресурса, как способ вложения средств или способ создания некой роскоши, если говорить об искусстве старых мастеров, каким образом на самом деле это искусство, это, собственно, ресурсное накопление было только эпизодом какого-то более сложного мирового развития. И, в общем-то, социологи и экономисты, занимавшиеся историей искусства, они на это обращали внимание уже давно. Ну, достаточно указать на Светлану Альперс, одного из самых авторитетных искусствоведов мира. Она дочь, кстати, знаменитого русского экономиста и Нобелевского лауреата Леонтьева. И знаменитая ее книга «Мастерская Рембрандта» по сути дела рассказывает о становлении «Мастерской Рембрандта» как первой фирмы, первого капиталистического предприятия в области искусства с распределением усилий, с получением заказов, с продвижением и так далее, с инновациями, в том числе и техническими. Например, Рембрандт, когда он экспериментировал с красками, это имело в виду создание новых спецэффектов. То есть, фактически, это работало как киностудия или как любое другое капиталистическое предприятие, дорогостоящее, легко подверженное кризисам. То есть, достаточно перестать покупать, чтобы такая огромная фирма рухнула и потерпела банкротство. Но в схеме «Альперс» замечательно, что она фактически не подразумевает накопление, не подразумевает, что «Мастерская Рембрандта» могла бы стать такой вот фирмой на века, именно потому, что само по функционированию искусства подчинено каким-то более другим законам. Законом, по которым, собственно, внутри которых искусство и становится ценным и востребованным товаром. И то, что, конечно, одна из самых авторитетных сейчас теорий, это теория Эммануила Валерстайна, теория мир-системы, или, собственно, то, что называют обычно мир-системный анализ, хотя мир-системный анализ стал создаваться еще в 1970-е годы. Например, Джованни Ориге, такой итальянский экономист, создавал мир-системный анализ. Ну, конечно, прежде всего, он ассоциируется с Фернандом Броделем и его теорией мировой экономики и с Эммануилом Валерстайном. У Валерстайна есть последователи, в том числе и у нас. Ну, например, есть канадский исследователь советско-армянского происхождения Георгий Дзерлугьян, который является, наверное, самым известным на русском языке популяризатором Валерстайна. Нужно немного сказать, что такое мир-системный анализ и как он связан с социологией искусства. Мир-системный анализ исходит из того, что экономика и социальная жизнь развиваются не стадиально, а наоборот, через дифференциацию, через дифференциацию производства. И хозяйства, которые возникают в мире, это хозяйства, связанные с системой, то есть с распределением труда, ресурсов, мест производства. И, в общем-то, уже бронзовый век для Валерстайна был вполне мир-системой, поскольку очень мало, где можно добывать бронзу, но при этом бронзовый век оказался таким этапом всемирной истории. То есть это означает, что уже была торговля, система транспортировки, система охраны. То есть, по мнению Валерстайна и его последователей, то, что мы знаем, как мировая экономика, с банками, биржами, торговлей, валютой и так далее, она появилась на самом деле еще в бронзовом веке, еще, в общем-то, в конце третьего тысячелетия до нашей эры. При этом они указывают на то, что сторонники мир-системного анализа, что становило, например, признаком мир-системы, уже было, например, использование золота и серебра в качестве валюты. Сами по себе эти металлы могут служить только для украшения, они непрактичны в быту, и топор там, или молоток из них не сделаешь, и дом из них не построишь. Но они, как и нынешние биткоины и любые другие условные валюты, просто рассматривались как некоторые эквиваленты. И мир-системный анализ исходит из того, что, собственно, мир-система, она может эволюционировать, она всегда имеет центр и периферию, то есть ядро, которое получает выгоду от того, что оно находится в центре системы, и периферии, которая эксплуатируется. Например, тот город, в котором находится банк, явно он будет выигрывать перед тем городом, где банка нет. И задача мир-системного анализа, соответственно, выяснить, почему возникает центр и периферия, почему одни страны богатеют, а другие страны беднеют. Именно о Риге в 70-е годы и поставил этот вопрос, что в бедных странах работают не меньше, чем в богатых странах, там тот рабочий также работает с утра до вечера, а то и больше работает, чем рабочие в самых развитых странах. Тем не менее, эти страны не становятся богаче. То есть средний перуанец или средний мексиканец работает больше, чем средний американец, но страна не становится столь же богатой. И мир-системный анализ утверждает, что выигрывает внутри мир-системы не тот, кто, собственно, производит больше, а тот, кто создает определенные институты, определенные миры, определенные, как бы сказал, болтанские грады, которые позволяют вот этому продукту накапливаться, накапливаться различной роскоши и, соответственно, этому центру постоянно подтверждать свой статус центра. Потому что, где, допустим, больше роскоши, там больше возможностей кредитования, взятия кредита под эту роскошь. Следовательно, больше возможностей и для экономического преуспеяния. И мир-системный анализ, обычно его очень поддерживают социалисты, потому что мир-системный анализ очень хорошо доказывает, что нет прямой корреляции между трудом и успехом. Что нельзя говорить, что неуспешные люди просто плохо работают, что они там ленивые, а успешные люди, они там трудолюбивые. Мир-системный анализ показывает прямо противоположное, что в силу каких-то обстоятельств в каких-то местах, в каких-то городах и странах возникла, допустим, банковская система, валютная система, система осуществления определенных операций, юридическая система и так далее. То есть те, собственно, инструменты, те орудия, те, как говорит, болтонские грады, которые позволяют этому, собственно, ядру и быть богатым, успешным и, собственно, бороться за гегемонию. Понятно, что это ядро может бороться за гегемонию двумя способами. Это напрямую воевать, завоевывать, грабить, но также и торговать. И по формуле Валерстайна торговля происходит там, куда не может дойти войско. Почему? Потому что Валерстайн говорит, что это иллюзия, думать, что завоевывать и грабить легче, что война это такой более простой способ обогатиться. На самом деле содержать военную инфраструктуру очень дорого, она с большим трудом покупается. И в этом смысле время от времени как раз военная машина достигает пределов роста, что можно воевать, воевать, и в конце концов видеть, что уже сил, средств на дальнейшее продолжение войны нет. И рано или поздно любой завоевательный поход, там поход Александра Македонского, например, останавливается, что уже как бы непонятно, откуда брать ресурсы на поддержание вот этой машины завоевания. во время торговли она может доходить до самых отдаленных мест и тем самым поддерживать вот это собственно господство центра. То есть куда не пришла армия, туда пришли купцы, назначили свою цену. Центр всегда может диктовать периферии собственные цены. и вот об этом как раз очень хорошо говорится в книге Джона Гербера «Долг первые пять тысячелетий истории». Книга во многом спорная, она как раз гараж ее выпустила, эту книгу, но там очень интересно говорится о том, что фактически долг возникает не за счет того, что кто-то там много работает, а кто-то мало, и поэтому берет в долг, а за счет того, что опять же этот центр может назначать любую стоимость за свои товары, за предметы роскоши. Ну вот, например, скажем, и допустим, как во многом там Советский Союз проиграл холодную войну, оказавшись на периферии, а не в центре мир системы. То, что как бы любые товары, например, товары именно роскоши, автомобили, например, стоили дорого, и тем самым подтверждало, что как бы хорошие автомобили, они производятся в центре, или хорошие компьютеры. Иномарка или компьютер западного производства заведомо будут лучше и заведомо поэтому будут проданы дороже. То есть центр начинает эксплуатировать периферию, даже если периферия декларирует свою полную независимость. Или вот хороший сейчас пример, допустим, Куба, которая заявляет о полной своей независимости от нынешней мир системы, что она как бы автортична, что она не зависит от нынешней мир системы, но при этом автомобиль на Кубе стоит в 10 раз дороже тех же в долларах, чем автомобиль в США. Почему? Потому что идет перекупка, потому что спрос значительно превышает предложение, есть немногие кубинские такие бизнесмены, которым разрешено заниматься бизнесом, которые могут себе позволить автомобиль, и они готовы купить автомобиль не за 20 тысяч, а за 200 тысяч долларов, то есть по той цене, за которую в США можно купить автобус или вертолет, но именно потому что эта вещь придает определенный статус, а соответственно и получается, что когда центр назначает некоторые тарифы, назначает то, что будет считаться роскошью, то и возникает ситуация долга, потому что ясно, что, допустим, кубинские предприниматели вынуждены назначать более высокую цену своей продукции, чтобы купить автомобиль, и в этом смысле объединение Кубы, оно будет продолжаться, а без этих предпринимателей Куба уже не может поддерживать собственную экономику, плановая экономика как таковая не поддерживается, и вот как раз мир системы это такое вот сложное устройство, например, Валерстайн говорил о том, что советский мир, мир СССР и влияние был так называемый полупериферией, а не периферией в чистом виде, то есть он в чем-то мог эксплуатировать другие страны, например, продвигать свои интересы, скажем, в Африке или в Латинской Америке, а в чем-то оказывался зависим от развиток капиталистических стран. и конечно же я не буду много останавливаться на теории мир системы, хотя она очень интересна тем, что она объясняет очень многое, например, как в принципе развивалось взаимодействие в бронзовом веке, как, например, возникали центры производства там, допустим, коров, лошадей или, например, я не знаю, той же бронзы, те, собственно, выращивали коров, где лошадей, там, допустим, Дания и вообще западная Европа была центром скотоводства с самого начала и там скандинавы выменивали коров на бронзовое орудие, оружие, потом начинали завоевывать там знаменитый Аркаин, он был центром коневодства Степнова и был таким, по сути дела, бизнес-центром, где выращивали коней, там, Критка тоже, в общем-то, был таким вот бизнес-центром и, в общем-то, эта мир-система, она вполне, допустим, в конце третьего, втором тысячелетии там существовало достаточно благополучно и мало чем отличалась от капиталистической системы, то есть были те же бизнес-города, те же специализированные производства, та же торговля, охрана этой торговли, валютные обменные системы и так далее. В этом смысле вполне как бы бронзовый век он был глобальным, но вы можете послушать, об этом есть несколько лекций Георгия Дедлугьяна, упоминавшегося, где он подробно на этом останавливается. нам же опять же если говорить о материальном повороте, то действительно и обращаться например к тому же Виктору Бюхле или Бачле, то как раз его теория архитектуры она как раз учитывает вот эту мировую систему и как бы наличие не единого общества, а различных градов, то есть различных порядков устройства. Ну например вот у Бахле есть очень интересная работа посвященная городу, который сейчас называется Нур-Султан столица Казахстана, называлась тогда Астана и где он как раз выясняет как именно строился этот город. То есть с одной стороны он строился бесспорно как такой центр как город построенный по современным стандартам с небоскребами, с бизнес-центром, с площадями, фонтанами, то есть он строился как абсолютная такая столица, как положено быть столицей ядра, но на самом деле Казахстан представляет собой не ядро, а полупериферию, то есть не занимая никогда никакого центрального места в мир системе. не может собственно выдержать вот это ядерное построение города. Ну, например, что, как пишет Бакли, очень многое строится с самого начала как руина. Ну, руина не в том смысле, что это обрушено, а в том смысле, в каком мы говорили о руинах на прошлой нашей встрече. То есть как то, на что можно посмотреть, как то, на что исключительно любуются, что рассматривают, что часто этот небоскреб даже не заполнен офисами, но его рассматривают, что вот у нас есть такой памятник, у нас есть некое археологическое место, на которое мы можем смотреть. То есть полупериферия, она с самого начала монументализует себя и превращает себя в какой-то мере в артефакт, в произведение искусства. и таких наблюдений у него достаточно много и Дион постоянно говорит о том, что по сути дела архитектура вроде бы это некий материальный объект, то есть допустим камень или дерево, из которого и создано произведение. Но в этом смысле это, как он говорит, материальность архитектуры, она выявляет другие материальности. Ну например, что мы значит допустим живем в некой квартире и в этом смысле мы с одной стороны относимся к некому сообществу, сообществу тех, кто живет в этом доме или в этом спальном районе, но также мы относимся к тому, что он называет обществом жилий, то есть обществом людей, которые уже не мыслят своей жизни вне данной материальной организации, вне того, чтобы строить свою жизнь в соответствии с правилами этого района. И вот общество жилищ для него это, в общем-то, синоним слова культура. То есть городская культура должна для него описываться не столько как обычаи, сколько как определенные структуры, где значит есть определенные материальные ощущения и идеология если выступает то как такой катализатор материальных регистров, как он говорит. Ну, например, в той же Астане идеология Казахстана в качестве евразийской державы, в качестве такого нового сильного регионального игрока, она, конечно, выражается и, допустим, в том, что передвижение по городу мыслится как передвижение прежде всего на автомобиле, то есть как некоторая власть над пространством и участие в некоторых транзакциях. Кто может себе позволить автомобиль, тот заведомо принадлежит к некой элите, что там соответственно очень многое в городе разнесено, как и во всех искусственных таких столицах, начиная с Бразилия в Бразилии и, соответственно, как бы пользование городом превращается в признание того, что ты никто без некоторой инфраструктуры, что некоторая инфраструктура управления, некоторая правительственность, некоторая способность управлять этим городом определяет в том числе и твою повседневность. Ты настолько же можешь пользоваться городом, насколько ты участвуешь в этой системе управления. Если мы вернемся к Болтанский ТВНО, то здесь как раз важна книга Болтанский, которая была создана уже в соавторстве не с Эскером, как книга про обогащение, а в соавторстве ТВНО. Это книга под названием «Критика и обоснование справедливости», которая на русский переведена была только в 2013 году, хотя она вышла по-французски в 1991, по-английски по-английски в 1997, хотя я могу ошибаться. И соответственно они выделили по крайней мере пять градов так называемых, то есть некоторых порядков совместной жизни и предложили заменить слово общество, которое уже ничего не значит этим словом град. Ну действительно в общем-то понятие общества оно претерпевало достаточно серьезный кризис в 80-е годы и учитывая, что по сути дело социализм тогда несколько отступил перед неолиберализмом, перед как бы идеей такого капиталистического успеха и характерными для 80-х годов стали слова Маргарет Тэтчер «общество не существует». Тэтчер подразумевал, что существуют налогоплательщики, которые каждый лично отвечает за свой успех, лично стремится участвовать в управлении и как бы что нет никаких материальных препятствий для участия людей в управлении и в капиталистическом производстве, что каждый в общем-то может добиваться успеха. Это вполне была идеологическая позиция игнорирования материальной стороны твоего успеха или не успеха, допустим, насколько вообще удобен тот транспорт, например, которым ты пользуешься. И в общем-то многие идеи 90-х годов, начиная с идеи урбанистики, они, конечно, создавались в попытке создать некое альтернативное понятие, понятие общества. Здесь как раз характерно известный спор урбанистов и условно существование урбанистики в духе оптимистической в духе Ричарда Флориды и такой пессимистической в духе Дэвида Харви, социалиста, критикующего современный порядок. Ричард Флорида всем известен как создатель понятия креативный класс, понятие креативный кластер, то есть понятие джентрификации, создания креативного города, которое, в общем-то, до сих пор вдохновляет многих реформаторов. Флорида рассуждал так, что, собственно, под креативностью он имел в виду введение некоторых новых идей в производство, причем креативно может быть кто угодно, это любой может быть стартап, это могут быть цифровые технологии, может быть дизайн, то есть все, что направлено на улучшение жизни людей. И, соответственно, Флорида рассуждал так, что обычно эти люди креативные, они более кафризные, ну, например, они любят дизайнерские оформленные помещения, они любят здоровый образ жизни, то есть их образ жизни в чем-то прямо противоположен тому, как устроен индустриальный город, запыленный, загрязненный, часто неудобный, где часто удобно заводам, а не людям, и поэтому Флорида настаивал на джентрификации как залоге появления такого креативного класса и, соответственно, креативного города, который станет одним из узлов вот этой вот развития мир-системы, развития ее ядра. Но понятно, что эти идеи очень хорошо могут работать в ядре мир-системы, но уже хуже начинают работать даже, так сказать, на полупериферии. Поэтому, например, Дэвид Харви, знаменитый тоже урбанист, выступает как такой непримиримый критик неолиберализма и непримиримый критик всех этих идей такой вот урбанизации и создания креативных пространств. При этом Харви указывает на целый ряд недочетов этого рассуждения Флориды. Но главное, в чем Харви обвиняет Флориду, в том, что, по сути дела, эти креативные кластеры в городе, они все равно обслуживаются всей инфраструктурой города и обслуживаются по-прежнему промышленной инфраструктурой, чтобы электросамокат существовал, должно быть много заводов, которые производят эти электросамокаты. То есть получается, что фактически мы имеем некоторую избыточную репрезентативность, как говорит Харви, то есть что эти креативные кластеры не столько поощряют креативность, сколько ее представляют, потому что понятно, что и электросамокаты, кофейню и многое другое, что стало атрибутом такой хипстерской креативной жизни, производят определенным образом организованные предприятия, где, по видимости, тоже инновации нужны. В то время, как, допустим, насколько эти инновации будут проникать из креативного города в большую жизнь, это как раз вопрос довольно сложный. и, соответственно, фактически Харви бронит теорию Флориды за то, что она многое не видит, за то, что, например, невидимыми оказываются люди, которые обслуживают ту самую креативность, то есть представители обслуживающего, например, персонала в тех же галереях, в тех же музеях современного искусства, которые во многом определяют сам ритм и способ работы этих учреждений, но совершенно оказываются вынесены за пределы этого проектирования. При том, что ясно, что ни один музей современного искусства без гардеробщиков работать не будет, но почему-то именно эти люди оказываются вынесены за пределы вообще рассмотрения их как части современного искусства. Харви это объясняет только тем, что по сути дела проекты эти создавались исходя из чистой представления о том, что скоро придет чистая маркетизация искусства, что в конце концов тот же музей современного искусства мыслился Флоридой как такой хаб по продаже современного искусства, по внедрению инновации, по созданию чисто условных рыночных ценностей и соответственно как бы на тех, кто там служит, не обращали внимания, потому что музей современного искусства мыслится как тоже что-то очень временное внутри этой креативной системы. Ну и действительно, если мы например вспомним целый ряд книг, которые выходили по арт-рынку например в нулевые годы, например, книга такой французской журналистки Жудит Бенаму Юэ, допустим, посвященная тому, как устроен арт-рынок или книга продана или хайп, то мы все время увидим, что почему-то в нулевые годы как раз считалось, что арт-рынок становится тотальным, что уже можно все что угодно объявить произведением искусства, что это рынок со свободным входом, куда каждый может прийти и соответственно каждому что угодно можно продать как произведение искусства. И в этом смысле здесь эти авторы, писавшие об арт-рынке, шли в фарватере идеи условного Флориды, что все что угодно можно превратить в креативность, все что угодно можно маркетизировать и нет никаких критериев изнутри художественного сообщества, которые, например, могли бы отличить одно произведение искусства от непроизведения искусства. Это была такая попытка полностью подчинить социологию искусства экономики, причем экономики мыслимой как свободный рынок, где, в общем-то, инновативность и коммерциализация ничем не отличаются. Ну, в десятые годы уже стало понятно, что многие из этих идей не работают, что никакого, в общем-то, свободного рынка и свободного назначения чего-либо искусством не происходит, и что тот самый оптимистический градус пришлось снизить. Ну, во многом в том же фарватере следовало представление о том, что, например, социальные сети будут порождать только истинную информацию, только поскольку это непосредственные репортажи с места событий, исключительно факты, когда что-то фотографируют и выкладывают в социальную сеть. Но мы видим, что, например, ключевым словом прошлого года стало слово post-truth, post-pravda, то есть, наоборот, оказалось, что большую часть ложных, так сказать, значит, ложных понятий и ложных сведений производят как раз социальные сети. Таким образом, и получилось, что все эти идеи условного Флориды, все эти идеи, что может быть свободное творчество и свободное производство всего, чего угодно, они оказались ограничены, вновь как бы в теорию искусства вернулось экспертное знание, и, кстати, Болтанский, например, в своих статьях очень много это обсуждает, но я так и не сказал про то, что, собственно, они, Болтанский ТВНО, назвали градами. Собственно, он как раз, они говорят, что, по крайней мере, например, в знакомой нам цивилизации можно выделить пять градов, то есть, пять порядков, так сказать, социального организации. Первый, это вдохновенный град или благодатный град, то есть, исходящее из того, как бы из поддержания автономии, из того, что вдохновенное дело, оно порождает какие-либо ценности, прежде всего, ценность независимости. Ну, например, этот град вдохновения обеспечивает, например, гражданскую политическую свободу, которая, в общем-то, выгодно никак может и никак не быть выгодной, но, тем не менее, она именно обеспечивается как нечто вдохновенное, что свобода больше вдохновляет, чем несвобода, что несвобода может быть более выгодной, но она будет менее вдохновенной. И в этом смысле как раз Болтанский и ТВНО в своей вот этой книге «Критика обоснования справедливости» немного скептически говорят о возможности, например, восстановления демократии во всех странах, потому что это только получается, что ценности демократии поддерживает полностью только, в общем-то, один град, а остальные грады, они поддерживают эти ценности постольку, поскольку. Соответственно, другой град, другой порядок социальной организации это так называемый патриархальный град или домашний град, то есть, где сохраняются традиции и где, в общем-то, люди постоянно берут на себя дополнительные обязательства. И если мы как раз спроецируем идеи Валерстайна о том, что ядро мир-система воюет или торгует, оказывается, что основа этой войны и торговли является вполне как раз патриархальной. град, то есть, где существует традиция и главное, где люди берут на себя дополнительные обязательства в патриархальном граде. Каждый берет на себя какие-то дополнительные обязанности помимо выгодных. Например, обязанность воевать, которая тоже человеку невыгодна, что гораздо выгоднее и приятнее сидеть дома. но патриархальный град объясняет, почему надо вывать, почему надо торговать, почему надо заводить детей и так далее. То, что мы называем патриархальностью в бытовом смысле, это, по сути, дело первое побуждение для ядра мир-системы и главенствует над периферией. И, как видите, это никак напрямую не связано с градом вдохновения. И, в общем-то, и получается, что, в общем-то, автономия искусства, она во многом поддерживается таким разрывом между этими градами. Третий град – это град мнения или град репутации, то есть, это то, что мы называем таким вот профессионализмом. Ну, то есть, где, допустим, ценят мастеров, ценят тех, кто умеет профессионально что-то спланировать, организовать, действовать, например, наладить тот же обмен или подписать мирный договор, то есть, кто пользуется той репутацией, которая позволяет учреждать, например, мир, а не только войну. И в этом смысле как раз Болтанский говорит в этой книге, что этот град, он такой бессовестный, как он выражается, но бессовестный не в смысле того, что в нем обманывают, а в смысле, что репутация напрямую не связана с голосом совести, она напрямую не связана с успехом и с мнением, с тем, что кто-то считается правильным, а не что-то признается действительно правильно. правильно. То есть та проблема, которую, например, Лев Толстой поставил, вот у него есть у Толстого рассуждение о том, что люди чаще не слышают голос совести, а слушают голос социальных предрассудков, которые они принимают за голос совести. Что людей претревожит совесть якобы, а на самом деле их тревожат те или иные социальные предрассудки, а что о них будут говорить. И в этом смысле по-толстому вычленить совесть как что-то автономное это раз вполне проблема и учитывая, что как бы достоверных критериев верификации, что является настоящей совестью у нас нет. Только в общем-то практический критерий, что там послушав это мы поступим правильно. Вот и как раз философ феноменолог Георгий Чернавин сейчас работает над книгой как бы совесть или подобие совести, где как раз разбирает этот вопрос. Четвертый град или порядок это так называемый гражданский град, то есть фактически град постоянного переучреждения публичного и частного. Ну например там град гражданский требует допустим сделок, заключать публично, платить налоги, документировать. В общем-то этот град появляется там, где появляется письменность и в общем-то появление в бронзовом веке в тогдашней системе письменности, бухгалтерии, которая была например в Древней Осирии или например там на том же Крите в Кномовском дворце, где действительно существовали бухгалтерские архивы, это в общем-то и появление вот этого гражданского публичного града, то есть града, в котором различается частная жизнь человека и частная экономика и то, что мы называем государственным сектором, государственной экономикой. И соответственно именно в этом граде появляется в том числе публичное искусство, то есть само представление о том, что существует некий избыток, избыток дохода, избыток любых других поступлений, в том числе он может быть направлен на славу, на прославление города, на создание сооружений, на постоянное размышление о том, как собственно боги покровительствуют городу, на создание просто того, что признается прекрасным, как такой знак, что именно здесь как бы появляется вот вне зависимости от того бедные или богатые люди в частной жизни, что появляется в публичной. Но это мы очень хорошо знаем, как любят люди часто публичные сооружения, даже если их частная жизнь очень бедна. И фактически единственное, что соответственно возвращает некоторое достоинство частной жизни, это пятый град, индустриальный град, или как у нас перевели научно-технический град, то есть это собственно тот социальный порядок, как раз когда мы открываем материальность вещей. Например, как первобытный человек открывает, что у огня можно согреться и соответственно сохранить здоровье. В пещере можно пересидеть и так далее. То есть этот индустриальный град, научно-технический град, это в общем-то град знакомства с материальным миром. И в этом смысле получается, что в системе Бортонские ТВНО как такового общества не существует, а существуют определенные способы соорганизации людей, определенные способы отлаживания производства вместе, и в чем и результатом производства оказываются разными, репутация, профессионализм, умение воевать или умение торговать или умение помнить. То есть производятся разные качества, включая память, например, общественную память, или, например, чувство долга, или совесть. Все это тоже по-болтански является эффектом участия в одном каком-нибудь из градов. В то время как такового допустим общества не существует. И вот поэтому как бы рассмотрение в общем-то мира как сложный такой мир системы, оно и привело к тому, что уже мы не можем мыслить единое общество, как мы говорили, как допустим вот эти идеи того, что современное искусство будет неким единым арт-рынком, что там кураторы и галеристы и главные дилеры будут определять, что есть искусство, а что нет. И как бы все с этим согласятся, эти идеи Жудит Бенаму Юэ и других. Что в общем-то это все рухнуло очень быстро, хотя в нулевые годы всем казалось, что создается такое открытое общество, общество социальных сетей, общество прозрачности, общество такого вот, где люди по всей планете могут общаться друг с другом, а значит создавать некие единые ценности, единые представления, и следовательно арт-рынок тоже становится таким прозрачным, всеобщим, таким всеобщим, как всеобщие выборы, и что как бы на этом рынке никаких проблем не будет, а что будет хорошо продаваться, то будет хорошим искусством, что будет плохо продаваться, то будет плохим искусством. Ну, время показало, что такие процессы, они как раз не значит, не вполне в общем-то возможны, вот, и как раз об этом очень часто говорит современная философия, ну, например, есть один из моих любимых современных философов, Дэниел Хэлла Розен, двойная фамилия, и на русский вот только вот фонд ВИАСи, который, собственно, ГЭС-2 сейчас, который переводит, кстати, как и гараж, много совершенно замечательных книг, вот, а этот фонд как раз перевел очень интересный очерк под названием «Разрушение традиции» об Александрийской библиотеке, где как раз он тоже ставит постоянно под вопрос вот эту вот прозрачность искусства и вот возможность какого-то вот этого прозрачного знания такой вот прозрачной системы. По сути дела все книги Хэлла Розена повещены вот этим лакуном, неявностям, каким-то пробелом, которые нарушают вот эту как бы такую вот утопию такого вот неолиберализма, где как бы все открыто торгуют на мировом рынке и все как бы могут добиваться успеха там на пустом месте, если там любят работать. Хэлла Розен как раз показывает, что никогда не было так, ну, например, у него есть книга непереведенная на русский, на русский признаток книга об Александрийской библиотеке в 2018 году, книга под названием «Пятый молоток о гармонии». И, соответственно, здесь, собственно, он берет в основу анекдоту Пифагоре о том, как он шел мимо кузницы и услышал там молотки, которые создавали полностью аккорд, полностью гармония. И, соответственно, в кузнице было пять молотков о гармонии в античном понимании, для того, что мы называем собственно гаммой, нужно было достаточно было четырех молотков. И вот Хеллор Розен, он прослеживает, как понятие о гармонии всегда скрывало какой-то пятый молоток, то есть какое-то, например, физиологическое предпоставление, которое не оговаривалось, но которое при этом определяло в общем-то границы этой гармонии. Ну, например, Хогарт и его известный анализ красоты, где он считал волнистую линию, образцово красивый, он исходил из, в общем-то, платонического представления о том, что нематериальные вещи лучше материальных и, соответственно, изгиб, вот этот плавный изгиб, он важнее материальных аффектов, то есть, как бы за этим представлением о гармонии стояла вполне определенная ценностная позиция, которая никак не оговаривалась. Если, например, отойти от платонизма и встать даже на позицию аристотелизма, который говорил, что там кроме изгиба, изогнутых вещей, существуют, как он говорил, курносые вещи, и говорил, что, например, курносость, говорил Аристотель, ее нельзя торчание, его нельзя свести ни к каким математическим законам, законом гармонии. То есть, допустим, курносость, как-то некоторое впечатление от материальных особенностей или там торчание невозможно описать просто математическими формулами. Это нечто, что ощущается. И что, если бы мы устали, например, на аристотелевские позиции, то, в общем-то, аргументация Хогарта, то, что мы обычно учим на эстетике, вот это, что линия в виде вытянутой буквы «с», это и есть «высшая гармония», они бы уже не работали. А вот очерк как раз «Разрушение Александрийской библиотеки», он очень интересный, потому что там как раз я сейчас действительно там люблю очень просматривать книги «Гаража» и книги в БСИ. Все-таки это, конечно, и те, и другие ребята очень многое делают. И вот как раз он там исходит из того, что в саму идею библиотеки была заложена руинированность. То есть обычно мы как бы исходим из чего? Что была некоторая там великая Александрийская библиотека, и потом некоторые превходящие горестные обстоятельства, такие как нашествие варваров, пожары, вообще небрежность привели к разрушению этого памятника. Было все, а потом осталось ничто. и конечно эта картинка очень такая вполне убедительная по-своему, вполне в духе там, но она идеологическая, вполне в духе книги Гебона о упадке и падении Римской, значит, и разрушении Римской империи, где тоже дается картинка, что Римская империя была вполне гармонична, но там торжество некоторых партий частных и торжество крупного землевладения, потом христианство, которое разделило общество на некие партии, кто арианик, кто ортодокс и так далее, что они привели все это к разрушению Римской империи. И в общем-то как раз в этом смысле Гебон вполне выступал империалист там и конечно пытался сделать некоторую инструкцию для Британской империи, как ей подчинить себе весь мир при всей ностальгичности его позиции. То есть это вполне идеологическая была книга, есть очень забавная карикатура, которую я люблю, где некий человек в рогатом шлеме с рыжей бородой читает соответственно мальчику на ночь как раз Гебон историю упадка и разрушения европейской империи и мальчик говорит почитай еще я люблю книжки которые хорошо заканчиваются. То есть обычно я привожу эту карикатуру иллюстрируя тезисы о точке зрения о различии точек зрения в искусстве но здесь она тоже уместна. Так вот Хайлер Розен говорит о том что собственно руинированность была заложена в самую идею в Сарийской библиотеке поскольку она должна была создавать некие канонические тексты канонические редакции памятников то есть отвергая все другие возможности создавать комментарии то есть отвергая возможности других интерпретаций то есть некоторая руинированность разрушения традиции некоторый радикализм был заложен в саму идею филологического чтения и филологического подхода к текстам но известно как консерватизм очень часто бывает радикальным и сокрушительным даже когда именно обычно консерваторы ведут себя достаточно агрессивно и в этом смысле как бы само существование этого библиотеки оно собственно представляло собой вот такую вот медийную такой вот парадокс такое вот значит странная как бы система которая себя строит и которая закладывает в себя некоторые возможности разрушения кстати об этом писал и тот же Бюхли в своей антропологии архитектуры где он говорил о том что в общем-то любое здание любое архитектурное сооружение но в нем уже заложены и возможности его перестройки возможности его разрушения возможности его достраивания и как бы те свойства которые как бы с самого начала казалось бы не видны когда мы смотрим на здание когда нам кажется что здание завершенное и в общем-то как бы с ним ничего не произойдет но на самом деле Бюхли или Бачли он говорит что на самом деле в здании заложена допустим всегда возможность апгрейда ну например что функции любого здания со временем расширяются допустим что там к дому пристраивается гараж многоквартирный дом становится и коммунный такой или некоторым подобием такого некоторого гражданского сообщества гражданского вот в том смысле в каком болтанские ТВНО об этом говорили то есть расширение функции оно вызывает некоторое руинирование прежнего отказ от использования дома в некотором прежнем прежней функции и в этом смысле некоторая кризисность архитектуры она заложена в нее с самого начала в то что в общем-то как бы отменить ее как архитектуру мы всегда стремимся ну простой пример допустим известно что там балконы они же предназначены для того чтобы на них сидеть чтобы любоваться то есть они собственно это беседка это освоение окружающего пространства это выход за пределы квартиры оккультурование пространства но известно как часто балконы превращаются в склады и кладовки у нас то есть в данном случае происходит руинирование самого придомового пространства превращение его в склад в руину потому что любой склад в акции тоже считает руиной и тем самым складское соответственно отменяется фактически главная функция архитектуры то есть функция по организации пространства по его освоению и она сужается исключительно до складской функции в общем то примерно то же самое происходит согласно Валерстайну и в мир системе когда специализация производства приводит к тому что какая-то страна превращается просто в некий склад готовой продукции скажем Китай выступает как такой большой склад всего внутри современной как бы мир системы и далеко не все страны как бы свободно распоряжаются своим пространством наоборот в некоторых странах появляются переработки сверхэксплуатация рабочих вынужденных работать очень много в некоторых странах появляется перепроизводство когда вся страна превращается в большой склад и не может остановиться в производстве это в общем-то как раз эффекты мир системы Бакли пытается такие же эффекты проследить и на примере работы архитектуры каким образом здание предназначенное для одних целей начинает использоваться для других и как раз такой анализ зданий у него бывает очень интересным учитывая что он обращается допустим к русской специфике и допустим что ну например допустим руинирование как изменение функциональности оно допустим происходило в советское время с церквями то есть церковь закрывалась и превращалась там в дом культуры или в склад или в гараж и здесь конечно руинирование оно потребовалось самой этой перестройкой то есть нужно было снести купол уничтожить те символы которые связаны с тем что это принадлежность градов вдохновения то есть что это здание призывающее к определенному идеализирующему поведению то что вот градов вдохновения по болтански и в этом смысле как бы это руинирование считает Бахли оно как раз оно предвосхищало любое дальнейшее руинирование что сам этот дом культура выглядит как руина что что-нибудь в нем обязательно будет сломано не будет функционировать там какая-нибудь струна у рояля порвется и так далее то есть что здесь как бы руинирование было так сказать что называется планировано оно планировалось самой как бы материальностью всего этого что разрушая снося купол церкви допустим превращая ее в дом культуры это предвосхищало что в доме культуры будут сломанные стулья вот такая вот интересный новый материализм который действительно фактически имеет преимущество что рассматривает не какие-то там частные интересы не какие-то там возможные там намерения отдельных людей но как бы собственные как бы эффекты материального собственное поведение того как собственно значит материальность материальность она значит оказывает влияние и более того определяет сам способ существования людей и так подводя итоги мы видим что в общем-то растворить социологию искусства в экономике и свести ее только к экономическим собственно законам и к экономическому поведению например к престижному потреблению произведений искусства в общем-то не удалось и мы много раз видим что в общем-то сейчас оказываются востребованы теории связаны или там продолжающие бурдио там в смысле изучения сообщества полей или продолжающие например латур того же то что делал там латур то есть когда социальная мыслица как постоянно пересобирающаяся или теории в духе чикагцев где в общем-то авторитет и репутация постоянно вырабатываются и в этом смысле как бы попытка экономизировать всю социологию искусства она была связана с представлением о неком едином обществе неком прозрачной ситуации экономики но выяснилось что далеко не так что кроме экономической активности есть определенные способы распределения власти например в той же мир-системе каким образом ядро отверждает свою власть отчасти через войну отчасти через торговлю что экономические отношения они оказываются по-разному встроены в разные грады то есть в разные способы организации общества и что материальная составляющая любого допустим города она оказывается часто определяющие в том числе и поведение людей то есть не только в примитивном смысле как например считал Флорида что допустим в удобном городе и мысли появляются очень хорошие но и в некотором более глубоком серьезном смысле что собственно материальное оно включает в том числе возможности своего устаревания разрушения ограничений которые здесь накладываются в этом смысле как бы ограниченность материального то что у нас допустим квартиры не беспредельные и ограничения мир системы они оказывается очень тесно коррелируют друг с другом спасибо